Друзья, всем привет! Алекс на связи. Короткое такое видео обращение ко всем. Я хочу объяснить многие вещи, показать определенные вещи, научить. Так что давайте приступим. Смотрите, друзья, я заметил одну вещь, что вот, например, если мы находимся в точке А, то наша комьюнити, чтобы попасть в точку Б, они, конечно, хотят, чтобы все прямо шло, чтобы оно было сразу, вот мы сейчас, например, у нас курс тысяча, нам надо сразу на 100 тысяч как-то скакануть. Вот смотрите, желательно вообще воздушная линия и желательно это все очень-очень быстро, лучше завтра. Понимаете, бизнес, он так не строится. И тем более в криптовалюте строится совсем все по-другому. Нет у нас прямых линий. У нас вот этих вот простых путей их просто нет. Смотрите, есть в нашей компании, в нашем продукте, у нас, в принципе, есть две составляющие. Первая это бизнес. И вторая это коин. Бизнес это, соответственно, построение команды, это построение успешной карьеры в нашей компании, построение источников заработка, помимо того, что вы нарабатываете себе ферму и нарабатываете себе какой-то актив в виде монеты. Как работает крипторынок, да, это коин, это крипторынок, ну, скажем, биткоин и другие коины, они так же все работают. Смотрите, дело в том, что крипторынок всегда в негативе, а не всегда в плохом настроении. Почему? Потому что 95% людей в криптобизнесе всегда в проигрыше. И около 5% только, они плюс-минус в нуле или плюс-минус такие довольные, потому что они или в прибыли, или плюс-минус в нуле. Почему это происходит? Потому что на биржах деньги, они же не печатаются. Они перераспределяются, чтобы эти 5% стали богатыми, нужно, чтобы вот эти 95% им свои деньги отдали. Поэтому рынок криптовалют, он всегда в негативе. Как он работает? Он работает так, что где-то около 3-4 лет рынок находится или в коррекции, или в каком-то таком росте, плюс-минус в стабильности. И буквально на несколько моментов идет высокий рост, где людям нужно продать и обкешиться. По факту, нужно в крипторынке ждать много-много лет, терпеть, держать, показывать выносливость, чтобы выцепить такой момент, когда крипта взлетит, проанализируйте биткоин, сколько он был на отметке 60 тысяч. Это буквально, ну даже меньше месяца он продержался на этой отметке. А к этой отметке он шел много-много лет, последние 4 года он шел к тому, чтобы зайти на эту гору, чтобы продержаться на этом плюс-минус месяц. И за этот месяц все, кто успел выскочить, те заработали, а те, кто не успел, они дальше сидят и ждут. Именно поэтому люди все в негативе, потому что когда рынок идет вниз или он плюс-минус не растет, тогда все продают, да, селл. Они все продают. Они продают, потому что людям нужно кушать здесь и сейчас, им нужно оплачивать счета, у них нет терпения, они не верят, они зашли на последнее, взяли кредит, заложили дом и тому подобное. Это вся история вот из крипторынка, потому что очень большой ажиотаж, поэтому люди, когда видят рост, они запрыгивают не думая. Здесь очень большая вещь и заключается в том, что задача вот этих вот людей, вот этих 5%, как они могут заработать? Им нужно заставить эти 95%, слабые руки, выйти из рынка. Поэтому эта фаза очень длинная, они выбивают слабые руки, они выбивают их, потому что профессионалы, а у них нету такого, что они расстроены, у них паника или они там чего-то боятся. Профессионалы следуют стратегии, у них расписан каждый шаг. Если курс упал в 2 раза, значит он докупает в 2 раза больше, еще в 2 раза упал, еще в 2 раза больше докупает, еще в 2 раза упал, еще в 2 раза больше докупает. Потому что как только курс пойдет наверх, он просто снимет баснословную прибыль, трейдер. Поэтому люди в крипте, профессионалы никогда не унывают, они знают, как рынок работает. И что период этот 3-4 года. То, что людям простым, которые не профессионалы, не хочется это принимать, это ничего не значит. Рынок работает именно по этому циклу. Каждые 3-4 года происходит взлет, а в течение 3-4 лет, вот здесь где-то все криптовалюты болтаются и выбивают слабые руки. Они просто их вышибают из рынка. А что значит вышибают? Это значит, они ликвидность отдают вот этим 5%. И теперь эти люди, большинство рынка, они все на негативе. И теперь в нашем случае у нас два направления. Монеты и бизнес. И это касается нас тоже. Вот этот весь негатив, который вы чувствуете, он от коина идет. Почему идет от коина всегда негатив? Всегда. Потому что, запомните правило, если коин не растет, то коин всегда падает. Нормальное состояние любой монеты это падение. Почему? Потому что играют маркетмейкеры, играют роботы, играют биржи, играют трейдеры. Они практически все работают на понижение. Они, конечно, хотят максимальную цену достичь, но даже если чуть-чуть меньше цены, чуть-чуть меньше, чуть-чуть меньше, еще меньше, это для них тоже нормально. Потому что они, в принципе, движутся вот в этом периоде. И вы можете быть уверены, что они купили давно. И они держали давно. И они следуют своей стратегии. Это те, которые холдеры долго держат. Есть еще скальперы. Скальперы, это те, которым хватит 1% прибыли. Упал, поднялся, упал, поднялся, скальпингом занимаются. Они снимают 1% маржи. И этого им хватает. Но представьте, если это 1% в день или в час. Вот на этом они все зарабатывают. Поэтому, когда цена криптовалюты не растет, тогда она падает. Нормальное состояние монеты, падение. Рост происходит только, если комьюнити приходит свежее и покупает, покупает, покупает. Как только покупок недостаточно, монеты начинают падать. Значит, в нашем, во второй части в бизнесе, здесь нужен позитив. Здесь нужен позитив. Бизнес не строится на негативе. Есть такая поговорка. Хорошее настроение, хороший оборот. Хороший оборот, хорошее настроение. И это касается нашего бизнеса, построения команд. Именно тот, кто строит у нас карьеру. Потому что в негативе не зарабатываются деньги вообще. Проблема вся в том, что наши люди отсюда, они автоматически смотрят на монету. Они смотрят на монету и заражаются вот этим негативом. Они чувствуют, что где-то что-то там просело, кто-то ему что-то сказал. Их не устраивает график, их не устраивают какие-то комментарии на CoinMarketCap. Их не устраивает, что у нас нет еще на топ-10 биржах. Ах, что у вас нет на Binance, что у вас за монета такая? И тому подобное. Но вы должны понять, что нашему PhilCU всего лишь один год. Даже еще меньше. Один год. Сравнить, если нас через год с любой другой монетой, с тем же биткоином, эфиром, Монеро или еще что-то, вы увидите, что мы развиваемся очень неплохо. Прям фантастически неплохо. И здесь нужно понять, что... Я здесь маленько разрисовал. Здесь нужно понять, что не развивается бизнес или монета по прямой. Они развиваются вот такой вот спиралью. Здесь, сейчас мы возьмем другую. Вот здесь монета запустилась. Здесь ее залистили на первой бирже. Потом она пошла на CoinMarketCap. Пришла комьюнити. Потом нам нужно здесь верификацию пройти. Тут верификацию показать, что у нас настоящий блокчейн. Показать, что у нас есть там кошельки сжигания. Что у нас реально децентрализация. Залиститься там на топ-10 биржах. Попасть в топ. И привлечь каких-нибудь инвесторов. И третье-десятое. Понимаете, развитие монеты происходит по спирали. И эта спираль, она не связана с бизнесом. Она вообще не связана с бизнесом. Потому что у бизнеса есть своя спираль. Это зарегистрироваться. Сделать первый ранг. Или получить первую комиссию. Сделать первый ранг. Закрыть бриллианта. Закрыть красного бриллианта. Съездить на ивенты. Наладить обучение. Наладить тренинги. Финансовую грамотность со своими партнерами отработать. Увеличивать комьюнити. И тому подобное. Понимаете, у каждого направления есть своя спираль развития. Проблема в том, что люди пытаются, которые занимаются бизнесом, они хотят сопоставить, привязать. Если вот это, если вот здесь будет, значит у меня вот здесь будет. Если там вот это будет, значит у меня вот здесь будет. Ну скажем так, выйдет PLCU на Binance, тогда я зарегистрируюсь. Или буду бриллиантом. Или еще что-то. Всегда какая-то есть причина, почему люди не начинают. Но я вам говорю так, что, друзья, дайте развиваться монете по своей траектории. На нее все равно повлиять никто не может. На нее можно повлиять только одним способом. Вот этим вот позитивом. Наша задача с вами. Те все, кто занимается бизнесом, всей нашей комьюнити, да и все, кто держит монету, должны поднять, что вот этого прямого пути его нет. Потому что определенные вещи нужно нарабатывать. Нам нужно собирать опыт. Нам нужно получить партнерство. Нам нужно получить верификацию. Нам нужно получить доверие. Нам нужно пройти тысячу подводных камней и тому подобное. Это все, это не прямая линия. Это вот такая вот спираль. И самое главное, что нашим людям, которые выстраивают команды, нельзя окунуться в коин. Потому что там практически всегда негатив. Он всегда там присутствует. Но этот негатив временный, потому что он негатив, пока идет снижение. Когда идет подъем, негатив пропадает. Начинается эйфория и тому подобное. Но почему здесь еще есть такая вещь, что бизнесу всегда нужен как бы высокая цена. Бизнес считает, что нужен высокий курс. Но, друзья, продавать. Вот человек, например, зашел по тысяче евро. И теперь все, что будет выше у курса, это его плюс. А теперь представьте, наши партнеры говорят, хорошо, был бы вот сейчас он 20 или 40, а лучше 80 тысяч. Тогда вообще можно классно продавать. Я не спорю. Продавать можно просто. Там клиенты в дверь будут ломиться. Вам спать не давать. Трубки обрывать и все такое. Но что произойдет потом? Зайдут они по 80. Да, это будет максимальный ажиотаж. Это будет просто максимальное. Вот просто гореть будет все. И люди будут просто сломя голову к вам бежать навстречу. Это тут продавать ничего не надо. Все работает и так автоматически. Только успевай записывать. Но проблема все в том, что после этих 80 тысяч или 40 или еще опять начнется коррекция. Потому что это нормально. Коин всегда идет наверх, вниз, наверх, вниз, наверх. И вот этот вот негатив, который будет здесь, который я показал, он будет усиливаться в разы, если человек заходит по большой стоимости. Мы это видели. Мы же этот опыт уже с вами сделали. У нас есть люди, которые зашли там по тысячи, две, три, пять, десять, там, то есть сюда. Есть люди, которые зашли по 20, 30, 40, 50, 60 и выше. И теперь эти люди, которые зашли по-моему, они все довольны и счастливы и вообще им все классно. А те, которые зашли высоко, вот они вот здесь в негативном поле вращаются. И мы с этим должны справляться. Теперь смотрите, в чем преимущество. Дело в том, что люди из крипты, они всегда не любят людей из бизнеса, потому что думают, вот они там что-то делают, что-то зарабатывают, что-то продают, курс рушат, третье, десятое. Но курс рушат не они, а вот эти ребята, которые в негативе сливают все, что только у них есть. Потому что приходит эффект такой панических продаж, и люди потом продают монету и потом говорят, а что такое, я купил, вот мне очень часто пишут, и там звонят, говорят, Алик, что делать, как получить прибыль? Я говорю, а что случилось? Ну вот я купил по 50, а по 5 что-то продал. Я говорю, а как ты хочешь заработать прибыль, если ты по 50 купил, а по 5 продал? А зачем ты это сделал? А я не знаю, вот что-то на меня нашло. Это вот и есть тот эффект, который производит негатив на людей, и с ним нужно бороться. И бороться с ним можно только одним способом, это позитив и мотивация. Дело в том, что наша часть комьюнити, которая делает бизнес, она очень, очень полезная. Почему? Потому что вот эти позитивные люди, они пытаются вот этих людей улыбнуть, сказать, «Эй, да что ты расстраиваешься? Что ты постоянно ворчишь? Что ты в негативе? Подожди маленько». Хорошие они бывают быстрые. И они пытаются вот этих вот 95% людей, которые априори всегда в хрипте проигрывают, неважно в какой монете, они им говорят «Эй, не нужно проигрывать, не делай неправильных решений, давай мы тебя обучим, давай мы тебя промотивируем, давай мы тебя сходим на выбинар к Аликсу, еще что-то». «Не продавай, держи». И вот этот позитив должен заражать вот этот вот негатив позитивом и держаться, потому что вот эти ребята, они все навеселе. Они говорят «Вот сюда нужно идти, приходите сюда». Теперь мне скажут, Алекс, ну что такое позитив? Я вам скажу, это мотивация. Эта мотивация – это ваш внутренний огонь. Мне сказали, что «Ну, это все такое эфемерное, как это вообще показать, что действительно этот негатив присутствует, вообще, ну, это все такое надуманное». Я хочу вам сделать один такой тест. Вот смотрите, допустим, красненький – это я, видите, а черненький – это вы. Или, ну, скажем так, да, вот они. Пока огонь горит, они оба положительные. Вот они. Видите, и вот возьмем сосуд, опустим туда черненького, да, вот он. И красненького опустим. И мы возьмем и представим, что вот это – вода. Итак, вот мы кладем зажигалочку в стакан. И смотрите, что мы делаем. Вот это, вот это вот все негативные вещи, которые вам говорят, что там курс просел, а я там, что-то там не работает, чем-то недовольны и тому подобное. Видите? Вот мы налили в стакан. Посмотрите, что происходит. Это негатив, который вы в себя вливаете или вас вливает. И мы берем. О! Видите, зажигалочка-то не загорается. А вот здесь, например, пусто, негатива нет. И вот, смотрите, эта зажигалка работает, а эта нет. Видите? Но у вас все есть. У вас есть энергия, у вас есть ресурсы, у вас все это есть. Просто искра показала. Видите? Не работает. Ну, как вы только поднесетесь, например, к моей искре или к человеку, который горит на позитиве, смотрите, все работает. Но если я ушел, а у вас огонек потух, и вы начинаете, без вариантов, огня нет. Вам нужно снова подойти к человеку, который заряженный, который позитивный, который замотивированный, чтобы ваш огонь загорелся. Но! Что теперь делать? Огонь потух. Все пропало? Или как быть? Нет. Нужно просто взять и начинать прогревать свое пламя. Вам нужно ходить на вебинары, слушать мое сообщение, каждое утро, быть в информации. Вам нужно проходить обучение, да, смотрите, и это не просто, смотрите, зажигалка уже вся грязная, да, но и это не быстро, нужно прогревать, нужно, нужно прогревать до того момента, пока не пойдут первые искры. Ох, шипит, сопротивляется, да, и нужно вот все это время, это же тоже, это все позитив, это ваше, это ваше, мотивация. Видите, как долго занимает время, чтобы прогреть снова, все закоптилось, это значит, работа происходит. Так, сейчас я, маленькая. Видите, сейчас, хорошенько намочила, хорошенько негативом облило, прям не зажигается, уже вся закоптилась, но это я просто тороплюсь, просто тороплюсь, да, вот так вот, так, о, искорка пошла, видите, горячо, сейчас, 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 сейчас мы, а вот видите, один раз заразился негативом, как тяжело прогреться, опачки, посмотрите, все, негатив ушел, пламя снова горит, самостоятельно, и ушел, я не ушел, оно у вас есть, теперь вы можете других зажигать, это все построено на физике, наша с вами мотивация, наша с вами энергия, она построена именно на этом, смотрите, какая черная зажигалочка, посмотрите, сколько трудов надо потом прогреться от этого негатива, а у вас негатива, и у комьюнити хватает, что показывают по телевизору каждый день, о чем пишут в чатах, о чем, какие видео вы смотрите на ютубе, вы каждый раз смотрите каждый день на курс, и тому подобное, красные эти балки, они тоже напрягают, и тому подобное, и теперь, проблема в другом, вот вы прогрели свое пламя, вот вы его прогрели, видите, горит, достаточно всего лишь, один раз, вот очень коротко, вот смотрите, вот прямо, вот так, вот так, и все, нету пламени больше, достаточно одного касания, чуть-чуть, и пламени нет, хотя, ваша энергия, ваша энергия, никуда не делась, просто пламени нет, нельзя нырять в негатив, в него просто нельзя нырять, теперь спросят, ну хорошо, Алекс, а как, вот ты красная зажигалочка, ты точно так же живешь в этом негативе, как его избавляться, сейчас тебя водой польют, ты точно так же потеряешь пламя, не спорю, вот я ложу в стакан, но теперь, я стакан ставлю по-другому, по-другому, так, ну тут надо сейчас, эти самые, смотреть, чтобы вода-то не попала, да хоть залейтесь водой, пламя никуда не денется, вам нужно, вот то, что вас окружает, вам нужно защищать себя, от любого негатива, его не допускать сюда, не слушать, что говорят, что пишут, третье-десятое, потому что вот, ваше пламя должно быть в безопасности, я надеюсь, ну это, опять же, это пример просто, как это работает в природе, и это очень важно, если меня сейчас так же в эту воду окунуть, у меня тоже с искрой будет не все в порядке, мне нужно будет проходить там самомотивацию, третье-десятое, а зачем мне туда нырять, и вам зачем нырять, можно стакан положить так, чтобы и наполнить водой, а можно вот так и защищаться, это маленький такой пример, который показывает, что нужно, нужно заботиться о себе, и нельзя сюда окунаться, потому что, к сожалению, мы работаем сейчас в таком бизнесе, который постоянно связан с негативом, он постоянно с ним связан, ничего с ним не сделать, потому что сторона монеты всегда будет присутствовать в негативе, долгое время, и только короткая будет опять эйфория, смотрите, вот сейчас вот полетит монета к десятке, двадцатке и выше, и опять будет эйфория сумасшедшая, волна пойдет, люди будут счастливы, на улицу с цветами будут выходить, но не продержится этот курс, ну не будет там, он долетит, мы даже до сотки долетим, но не будем мы сотку держать там год, это невозможно, потому что все равно будет коррекция, потом она куда-то откатится, и потом полетит дальше, это природа, поэтому задача, задача бизнеса, да, и всех наших структур, прокачивать именно позитив на этой стороне, без этого никак, и нужно просто дать траектории, кой нашей монете идти по своей траектории, потому что у нас весь план, он же есть, никто не собирается никуда уходить, никто не собирается сдаваться, проиграть значит сдаться, никто не собирается сдаваться, мы зашли с вами на топ биржи, мы сейчас проходим верификацию на CoinMarketCap, мы идем пошагово, но не забывайте, что нам всего год с Ultima, год, один год, первый, биткоину сейчас 14 лет, поэтому я хотел в этом примере показать, научить вас, чтобы вы знали, как с этим работать, как с этим обращаться, потому что все нормально, нельзя пребывать в ежедневном каком-то негативе, когда все круто, нужно просто развивать свою спираль, если вы просто на Coin, с Coin работаете, вы знаете, вам нужно понимать, что есть золотые правила, им нужно следовать, нет вот этой прямой линии, ее нет, ни у кого нету, у Bitcoin нет, у нас тоже нет, спираль идет, и мы должны выполнить одну задачу за другой, мы должны залезть на топ-10 биржах, пройти верификацию, запустить наши продукты, увеличить комьюнити, и тому подобное, чтобы рост был, но у нас преимущество какое, ограниченное количество монет, и сжигание, постоянное, не прекращающее сжигание, здесь, те, кто занимается бизнесом, делайте свою спираль, вы должны выращивать ваши команды, закрывать ваши рамки, расти, делать бизнес-планы с вашими лидерами, если у вас есть команда в первой линии, значит, что вам нужно, вы придите и спросите, какие у них цели, к чему они вообще стремятся, вы знаете цели своих самых сильных людей, чего они хотят, может кто-то хочет с кредитом рассчитаться, кто-то машину купить, конкретно, или там квартиру, не просто сказать, я хочу, он хочет быть финансово свободным, это вообще ни о чем, потому что он не может под этим ничего себе представить, а вот конкретно рассчитаться за ипотеку, это конкретная цель, или купить себе, не знаю, новый айфон, это конкретная цель, за которой он готов бежать, работать и трудиться, и нужно опять же сделать конкретные планы, какой оборот ты хочешь сделать за неделю, за месяц, и тому подобное, но опять же, это дополнительное обучение, вам нужно идти по своей спирали, а монета будет идти по своей спирали, и за определенное время, мы дойдем, доведем и эту спираль до успеха, и эту спираль до успеха, вы видели, какой ивент у нас был в Дубае, это все люди, практически все, вот из этой спирали, успешные, красивые, просто, сияющие, вы посмотрите на видеоролик, это же просто феерия, мы пишем историю с этим, сейчас наша задача с этой спиралью тоже поработать, потому что определенное количество времени была абсолютная феерия, сейчас у нас коррекция по определенным причинам, которые всем в принципе известны, но опять же, это только следующий виток спирали, мы никуда не сдаемся, мы идем на 100 тысяч, и если для этого нужно 20 раз перевернуться, придумать, изобрести, что-то создать, значит мы 20 раз перевернемся, придумаем и что-то создадим, поэтому шаг за шагом мы к этому идем, наши сейчас задачи, это стратегические, тактические, биржи топ 10, coin market cap, листинг на бинансе, это стратегические, тактические, это наши карты, это наши кашбек программы, это наша travel платформа, это наша биржа, и тому подобное, это те задачи, которые нужно решить сейчас, поэтому заключение, просто помните мой пример, будьте как зажигалочка, видите, намочил, сколько времени прошло, до сих пор искры нет, будьте зажигалочкой, прогревайте себя, прогревайте других, делитесь искрой, вот от меня искру получили, несите дальше, несите ее дальше, не держите в себе, в этом и заключается наш бизнес, нести мотивацию, нести искру, чтобы, ой, пошел, пошла, пошла искорка, видите, все просто, нельзя терять искру, зажигалочкой, я заехал, я иду,